Друзья, всем привет! Настоящая драма вокруг облигаций М-видео, море отчетностей, Китай углубляет внутренний кризис, в США заговорили о мягкой посадке, Банк России запрещает возвращать бумаги в Россию, но хочет вернуть нерезидентов. Да, вы правильно поняли, это наш уже традиционный еженедельный субботний выпуск про фондовый рынок. С вами я, Акира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Поехали! И начинаем мы уже по традиции с зарубежных рынков. В США вывалили много макростатистики, давайте попробуем в ней разобраться. Главное из того, что вышло, это так называемый индекс PCE или Price Consumer Index. Что это такое? Это на самом деле еще один способ померить инфляцию, но именно этот индекс любит больше всего ФРС. И вот этот самый индекс формально вырос в июле на 1,1. И аналитики тут же хором стали писать, что ценовое давление не растет, а падает, потому что лето, сезон, а еще потому что Тейлор Свифт, Барби и Оппенгеймер разогнали спрос. Да, друзья, поп-культура тоже влияет на инфляцию, но временно и сезонно. Это на самом деле хорошая новость для рынков, которые весь август корректировались, а тут даже воспряли. Подросли шансы на то, что совсем скоро, уже 20 сентября, ФРС все-таки поддержит ставку. ВВП за второй квартал пересчитали и выяснилось, что штаты растут чуть медленнее, чем думали. Рост всего 2,1% год к году. Но даже это многие выдают за аргумент против повышения ставки. Ну, мол, смотрите, экономика сама охлаждается. Количество открытых вакансий еще огромное, но впервые с конца ковида у нас серьезно оно сократилось. До 8 миллионов 800 тысяч. Как вы видите, с работниками не только в России все плохо, в США еще хуже. Американской экономике не хватает рабочих, которые могли бы заселить буквально целую Австрию. Подумайте об этом. А не хватало всего населения Бельгии. Так что уже прогресс. Получается, что ФРС, возможно, выбрала все-таки правильную тактику. Ну, а скептики ошиблись. Все дело в исторических травмах. ФРС – это такая старая контора. Ошибок она наделала за всю историю немало. Одна из них – это когда в начале 70-х недодавили инфляцию. Гасить ее пришлось аж при Рейгане, то есть 8 лет спустя. И задирать ставку уже на 20%. Сейчас ФРС, видимо, посмотрели на данные. Ну, а такого объема данных по экономике, как у ФРС, нет, наверное, вообще нигде в мире. Так вот, они посмотрели на данные и пришли к выводу, что запас прочности у экономики все-таки есть. Он довольно мощный. Поэтому инфляцию надо давить вот сейчас, не теряя времени. Потому что иначе ставки будут выше. И держать их надо будет дольше. Ну, умерла пара банков весной. Жалко. Но, как бы, ничего страшного. Страшнее будет задирать ставку совсем высоко. Ну, а ведь проценты по государственному долгу и так космические. На обслуживание надо тратить уже около триллиона. Логика такая. Быстрее задавим инфляцию, отмучимся и быстрее пойдем вниз. Больше сэкономим на процентах. Заседание ФРС уже у нас 20 сентября. Напомню, будем смотреть пристальнее. Ну, а вот Китай, наоборот, политику только смягчает. И, честно говоря, все менее понятно, что вообще происходит и есть ли вообще тут какой-то план. Национальный банк Китая снизил первоначальный взнос по ипотеке. Ну, а заодно и ставки по этой самой ипотеке. С одной стороны, это вроде как хорошо. Рост покупок недвижимости – это, соответственно, рост потребительского спроса. Потому что дальше у нас идут товары для ремонта, мебель, бытовая техника и прочие штуки. Ну, кто покупает квартиру, вы в курсе. А Китаю надо, соответственно, стимулировать именно внутренний спрос. У людей очень много сбережений и их некуда тратить. С другой стороны, ну, давайте честно. Все проблемы китайского рынка недвижимости происходят от того, что условия и так неприлично мягкие. Постоянно их смягчать – это, ну, просто оттягивать буквально большие неприятности. Ну, а делать единственным каналом спроса недвижимость – это что значит? Это значит надувать пузыри. Видимо, чтобы как-то решить эти проблемы, потребуется расчищать рынок в ручном режиме. Ну, вот, например, вызывать девелоперов на ковер, вводить где-то внешнее управление. Ну, а там уже браться и за банки. А уж крайняя мера, которую Китай боится применять уже лет 20 – браться за банки теневые. С безработицей молодежи тоже хорошо бы что-то делать, а то она уже выше 22% на минуточку. И со всеми остальными проблемами как-то пытаться работать нужно тоже. Но это уже, видимо, совсем мечты. У Китая действительно много проблем. Мы скоро про это выпустим отдельный выпуск. Но, вот, если это смягчение использовать, чтобы выиграть временно реформы, то это мера разумная. Если не использовать, то проблемы опять загнали в долгий ящик. Ну, а мы через год опять будем слушать про проблемы китайских застройщиков и опять гадать, ударит ли по мировой экономике вся эта история или пронесет. Друзья, вы будете смеяться, но Россия сейчас кое в чем похожа на США, а кое в чем на Китай. ЦБ, Росстат, теперь Минэкономики – все жалуются на перегрев. Что это значит? Смотрите, частный спрос на максимумах, государственный спрос тоже. Инвестиции растут на 12 с лишним процентов. Розница – на 10 с половиной. Зарплаты в целом тоже на 10 с половиной. Выпуск промышленной продукции на 7 с чем-то. Свободных мощностей при этом в экономике нет, рук не хватает. Ну, казалось бы, чего же тут плохого? Все бурлит, все развивается. Но плохо тут то, что пока что не выросла производительность труда. Деньги, которые впрыснуты в инвестиции, еще не заработали, а зарплаты при этом выросли. Ну и да, не забываем, что очень много людей пошли в ВПК, а продукция ВПК на рынках не продается. Дальше. Наше любимое уравнение Фишера – товаров больше не стало, спрос вырос, лишние деньги есть. Вопрос, куда идет разница? Правильно, она идет как раз-таки в инфляцию. Как ее будут гасить? Ну, в первую очередь, конечно, ставкой, что ЦБ уже и делает. Плюс Минфин порежет траты, плюс ЦБ ограничит кредитование. Что все это даст? Это сократит спрос. Да, рост выпуска и производительности когда-то тоже будет, но он будет потом. Ну, при этом инфляция у нас как бы сейчас. Охлаждение спроса чуть-чуть попозже. Тут вопрос, кто охладится первым? Ну, краткосрочный спрос у нас вряд ли куда-то денется. Есть пить, покупать товары для дома никто не перестанет. А вот товары не первой необходимости, вот они могут пострадать. И первые, кто приходит на ум, это застройщики. Вот вам, пожалуйста, проблемы американские, ну, а последствия могут быть, в общем-то, вполне себе и китайские. Вот такой вот интересный парадокс. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях вот что. Выросла ли у вас зарплата? И как вы вот сами по себе чувствуете? Ну, вот по внутреннему ощущению. Вы себе сейчас можете позволить больше, чем год назад или меньше? Только давайте честно, а то мы часто любим прибедняться. Если вы совсем не боитесь, то можете даже отрасль написать, где вы работаете. Ну, а мы почитаем и потом, может быть, даже как-то это дело прокомментируем. Проведем такой маленький соцопрос. Но, друзья, давайте переходить ближе к рынкам. Пока вот мы писали этот ролик, у Центрального банка прошла конференция с названием «10 лет мегарегулятору». Все заявления оттуда мы анализировать не будем, а то придется целый отдельный ролик записывать про ЦБ. Но вот есть два действительно интересных. Давайте их разберем. Первое про то, что мы тут не зря все собрались. Глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков призвал упростить правила IPO раз, реформировать негосударственные пенсионные фонды два и быстрее внедрять ИИС третьего типа три. Он считает, что фондовый рынок в будущем мог бы стать главным источником для долгосрочного финансирования российской экономики и даже частично заместить государство. Ну а первый зампред Центрального банка Владимир Чистюхин раскритиковал подход компании к дивидендам. Потому что, по его словам, такие выплаты, когда в этом квартале платим, в этом не платим, когда решим, тогда и скажем, это просто невозможно в нормальных условиях. И тут сложно с ним не согласиться. Если подход не поменять, считает Чистюхин, то и размещаться нет смысла. Второе его заявление про то, что с закрытием информации в таком объеме пора уже заканчивать. И надо, цитата, действительно оставлять закрытой только то, что максимально чувствительно к санкционному давлению. А все остальное в пользу инвесторов необходимо раскрывать. Может быть, даже принимая какие-то риски на себя. Конец цитаты. Тоже, в общем-то, для инвесторов звучит классно. Пока что ситуация выкручена максимально в пользу менеджмента и мажоритариев. И это надо исправлять, считает Чистюхин. Потому что у инвесторов есть права, в том числе и право на достоверную информацию. Ну и на дивиденды. У нас не Штаты, наш рынок очень дивиденды любит. Заявления, конечно, замечательные. И намерение тоже, без всякой иронии это говорю. Но тут дело за малым. Перевести все эти желания на бумагу и воплотить их в реальность. Я думаю, никто не откажется от того, чтобы мы увидели и больше компаний, и больше раскрытия информации, и больше дивидендов, чтобы еще сверху нам насыпали. Ну вот, будет здорово. Мы не против. Теперь про рынок. Он дал нам с вами много новостей на этой неделе. Очень много. Но, наверное, ключевое это опять нефтегаз. Лукойл. Как улетел на прошлой неделе в космос, так там где-то и остается. Небольшая коррепция случилась у нас только в четверг-пятницу. Но бумаги все равно торгуются выше 6800 рублей. У компании все очевидно хорошо. Вице-премьер Новак подтвердил, что Лукойл действительно отправил обращение с просьбой об обратном выкупе. И что это обращение рассматривается. А вот кому у нас не очень хорошо, так это Газпрому. Выручка минус 41%, чистая прибыль минус 88%. Про хорошие дивиденды я думаю, что проще забыть и лучше удивиться, если они все-таки будут. Аналитики прогнозируют, что дивиденды могут составить не более 7-8 рублей на одну акцию. И причины, я думаю, что всем, в общем-то, понятны. Европейское направление фактически закрыто санкциями. Северный поток кто-то сломал. Ну а азиатским рынкам все так сразу, так быстро не заместить. Рынки отреагировали на отчет, кстати, даже небольшим ростом. Но это произошло только потому, что ждали худшего. Доходность бумаги за полгода и год, ну просто слезы по сравнению с индексом. Ну а тем временем спрос на российский СПГ только растет на 1,7% в этом году. Об этом сообщает Financial Times. Основные поставки идут на данный момент с Ямал-СПГ. Ну а его контрольный пакет, я напомню, находится в руках у Новотека. ЕС при этом ограничение на экспорт российского СПГ вводить не хочет и даже боится, потому что биржевые цены на газ в Евросоюзе пришли, наконец, в какую-то норму только благодаря танкерам из Ямала. Они, кстати, плывут и на восток. Индия, Китай, далее в другие страны. При этом Новотек умеет сжижать дешевле, быстрее и качественнее, чем конкуренты. Из минусов, конечно, по Новотеку бумага выглядит, ну прям, скажем, дороговато. А вот на коррекции можно, в принципе, и подумать о ее приобретении, потому что бизнес вот в данной рыночной конъюнктуре выглядит довольно крепко. Ну и еще немного о последствиях санкций Евросоюза. Тут Олег Тиньков дал большое интервью, в котором приоткрыл инсайт. Давайте его обсудим. Тиньков жалуется на то, что текущий менеджмент банка готовит дилистинг в Лондоне и переезд в Россию. Это означает, что инвесторы-нерезиденты могут остаться ни с чем или будут вынуждены продать активы с огромным дисконтом. А ведь Олег сам притащил за руку, ну, буквально-таки некоторые. Насколько этот инсайт правдив, непонятно, потому что Тиньков явно обижен, поэтому мог буквально вкинуть это для красного словца. Ну, а может быть, у него и точная информация. Но, тем не менее, давайте представим, что все будет так, как у магнита и лукойла. Тогда это неизбежный ту-зэ-мун. Ну, а ведь официальных объявлений о переезде не было, так что, считай, Тиньков подсказал вот такую вот спекулятивную идею. Занятно. Но тут есть и риски. Первый – Тиньков мог просто ляпнуть непроверенную информацию. И второй – от идей могут и отказаться. Ну, а третий – это у нас, получается, специфика бизнеса. Потому что Тиньков – это как бы не лукоил, без нефти которого в мире никто никуда не денется. И не магнит, который работает на внутреннем рынке, на рынке, которому еще расти и расти. Внутри России Тиньков банк уже тесновато, мягко скажем. Ну, а выйти на экспорт в новых условиях очень сложно. И что это значит? Это значит, что инвесторы после переезда получат ту-зэ-мун и как бы точно сразу пойдут на выход. Ну, мол, ну а что, ведь драйверы роста исчерпаны. Всем спасибо. Мы фиксируем прибыль и пошли. Вот к такому сценарию тоже нужно быть готовыми. Вы, может быть, скажете, что я преувеличиваю, но посмотрите на отчетность банка. Да, чистая прибыль выросла в один с половиной раз. И фактически бизнес восстановился. Ну, а бумаги растут у нас всего лишь на один процент выше рынка. Да, вот это очень такое интересное расхождение. Знаете, кто растет у нас с вами на десятки процентов за неделю? Конечно, я думаю, что вы знаете. Это акции третьего эшелона. Ну, например, производитель рыбы и на Арктика отлично отчитался за первое полугодие. Чистая прибыль за полгода составила 8 миллиардов, а за весь прошлый год всего 11. Менеджмент компании заявил, что за третий квартал дивиденды будут больше, чем за весь буквально-таки прошлый год. Ну и вот тут началось. Бумаги взлетели на 32 процента. Потом, конечно, часть роста они подрастеряли. Ну, то есть такой классический памп, а затем дамп. Ну, как вы видите, доходность по компаниям третьего эшелона улетает иногда в космос. Я никогда не участвую в подобных пампах, если я вижу, что это вот безосновательный рост, потому что это очень часто плохо заканчивается. И зарабатывают на таких историях только те, кто их организовывает. А мы таким никогда не занимались, как вы знаете. Но, с другой стороны, не стоит сразу клеймить все компании третьего эшелона, потому что, ну, если ты маленький, это не значит, что ты плохой. Да, там тоже есть крутые жизнеспособные бизнесы. И, ну, вот, например, у нас в подписке и в плюс есть отдельный специалист, аналитик, который занимается разборами вот только бумаг третьего эшелона. И, кстати говоря, на днях для подписчиков у нас вышла новая инвестидея по одной из компаний из энергетического сектора. И мы видим по ней классные перспективы. Знаете, если бы мы хотели ее запампить, то мы посоветовали бы покупать ее прямо здесь, на широкую аудиторию. Но идея у нас не в том, чтобы, знаете, там, разогнать бумагу. Просто мы видим, что у компании качественный бизнес и есть много драйверов для роста. По нашим оценкам, там доходность может доходить до 40%. Но, что очень важно, да, у нас вот на ИФ плюс мы сделали очень подробный отчет о компании. Мы описали саму идею, ее аргументировали. И мы говорим про риски, потому что это очень важно. Мы работаем так, чтобы у наших подписчиков была вот очень полная картина для принятия решения. Дальше каждый уже сам разбирается. Интересно ему это, нет. Подходит ему там какая-то, да, конкретная стратегия или не подходит. Мы именно копаемся, разбираемся и ищем недооцененные бумаги. Вот, так что, друзья, кому интересно, ссылочка для того, чтобы зарегистрироваться у нас на платформе ИФ плюс, есть в описании к этому видео. Мы всегда рады новым разумным инвесторам, которые умеют критически мыслить и хотят прокачивать свой доход и приходить к финансовой свободе. У нас в ИФ плюс есть и модельные портфели под разные стратегии. Они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией ни в коем случае. Но это вот такая опора, которую инвестор может использовать. У нас выходят отдельные инвестиционные идеи, разборы компаний. Кого-то мы, наоборот, критикуем и говорим, что мы не видим там драйверов для роста. У нас есть обучающие курсы и много чего другого. И все это по очень скромной цене. Так что присоединяйтесь к нашей подписке ИФ плюс, вам точно будет полезно. Ну, продолжим про фондовый рынок российский. У Сигежа у нас дела обстоят грустновато. Вот уж где сложно найти хоть какой-то позитив пока, по крайней мере, так это там. Долг компании перевалил за 114 миллиардов рублей, убыток уже 4 миллиарда за полгода, а выручка всего 21 миллиард. Это на четверть меньше, чем год назад. Цены на леспродукцию падают во всем мире, экспорт сломался. Но и неудивительно, что бумаги компании идут вниз, пока остальной рынок идет наверх. Нефтяники при этом приятно радуют. Вот от нефти, например, солидно упала выручка от нефти на 21%, от нефтепродуктов на треть. Вы спросите, Кира, ну а где же тут позитив? Да, просто чистая прибыль выросла сразу на 6%. По башнефти у нас данных за прошлый год нет, но к 2021 году чистая прибыль выросла в 2,7 раз. Теперь она 76 миллиардов за полгода. Это неплохо, выручка выросла на 15%. Но, в общем, кто-то растет интенсивно, кто-то наращивает эффективность, но все, вот мы видим, растут так или иначе. Потом, что еще интересного? У нас неплохо тут выступили девелоперы. У эталона приросла выручка, валовая прибыль растет двузначными темпами. Ебеда прибавила 27%, плюс у компании очень высокая маржинальность. Мы видим 36%. У ПК одна только прибыль, почти 28 миллиардов за полгода. Но тут надо сказать, что правда компания не платила дивиденды в предыдущие периоды. И когда она возобновит, выплаты непонятно. Вот это вот такой как бы сложноватый момент по компании. Ну, в общем, кроме «Газпрома», «Сегежа» и «Системы», у которой все просто ни шатка ни валка, читались компании весьма себе позитивно. Ну, а главным, наверное, ньюсмейкером у нас стали бумаги «Мать и дитя», потому что в лидеры роста недели их вывело окончательное одобрение акционеров на переезд в Россию. И бумага взлетела в цене больше, чем на 17%. Кстати, тут не могу не похвалиться, потому что мы в нашем телеграм-канале «Ивстокс» еще вот в начале августа включали ее в свой топ-компании из ненефтегазового сектора. Ну, и для любителей пруфов и разоблачений я показываю скрин из канала. Кстати, на «Ивстокс» тоже обязательно подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Мы там недавно как раз опубликовали тоже несколько интересных идей для инвесторов, к которым можно присмотреться. К слову, раз уж я заговорила про «Ивстокс», то хочу напомнить еще и о том, что на протяжении всей этой недели мы с командой публиковали там разборы самых топовых, на наш взгляд, компаний, у которых есть хороший потенциал за счет кратного роста своего бизнеса. Я, откровенно говоря, знаете, по растущим компаниям соскучилась, их было много на американском рынке, но вот сейчас как бы по понятным причинам я туда инвестировать не хочу, все еще побаиваюсь, и поэтому я решила свое желание удовлетворить на МСБирже, и нам удалось найти три действительно отличные бумаги. Мы даже позаботились о вас и собрали все три обзора в один пост, который вы найдете последним у нас в канале «Ивстокс», так что переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь, чтобы не пропускать похожие интересные подборки бумаг. Мы их делаем тоже регулярно для вашего удобства. Кстати, тут у нас еще и ЦБ пригрозил тем, кто покупал российские бумаги за границей и переносил их в российский периметр. Мы про это уже говорили в новостях, но если вдруг вы пропустили, напомню. Логика властей у нас была такая. Вы заблокировали активы наших, мы ваших. Давайте вместе думать, как всех разблокировать. Вместо этого получилось, что наши умельцы покупали наши бумаги там, покупали с огромным дисконтом и переводили их сюда, например, через Казахстан. И получается, что иностранные инвесторы как бы избавляются от своих бумаг, хоть и с дисконтом, но наши продолжают оставаться заблокированными. Как тут торговаться с европейскими регуляторами? У них не будет мотивации помогать нам. А для розничного инвестора в том числе это очень важно. Некоторые блогеры очень активно собирали прям целые пулы для покупок бумаг у зарубежных держателей. В замещающих облигациях особенно эти переносчики были очень хорошо заметны, потому что там постоянно держался такой навес продаж. В распоряжении нашей редакции оказалось письмо Центрального банка для профучастников, в котором регулятор подтвердил, что вот такие вот операции незаконны и нарушают указы президента. И соответственно все сделки, которые прошли через наших брокеров с такими бумагами надо проверить. И скорее всего инвесторов могут каким-то образом за это дело наказать. Пока непонятно, насколько строго, но тем не менее. Ну а вот кого у нас не накажут, а наоборот помогут, так это дружественных резидентов. У ЦБ есть задача повысить ликвидность фондового рынка, и такой рычаг, как дружественные страны, тоже будет полезен. И вот ЦБ теперь думает, как дать дружественным нерезидентам возможность работать с нашим рынком через местных брокеров. Ну видимо вот логика такая, потому что сейчас активы многих таких резидентов заблокированы на счетах типа С, и многие захотят уйти, но тут видимо расчет именно на новеньких. Да, не факт, что старички уйдут при этом тоже, потому что рынок-то в общем-то находится в хорошей форме. Но есть другой аспект, которому интересна эта история. Вот помните, мы вам рассказывали историю про казахстанскую биржу. Там суть в чем? Озон, Окей, Русагра, другие пришли на биржу, получили листинг, а торгов нет, потому что маркетмейкером быть никто не хочет. Одни не хотят, другие при этом просто, может, и хотели бы, но не умеют. Плюс AIX казахстанская, это очень маленькая биржа, почти в 20 раз меньше МОЗ биржи, она молодая, и там мало ликвидности. И при этом рынок очень перспективный. На AIX из брокеров уже есть и турки, и чехи, и наши. К чему это я? А к тому, что было бы здорово создать инфраструктуру, при которой наши резиденты могли бы торговать на тех биржах прямо у российского брокера. Ну а казахстанские инвесторы и другие дружные нерезиденты делают это у своих. Наши, как я уже сказала, в Казахстане уже есть. Теперь вопрос в том, чтобы их запустить, ну, собственно говоря, к нам. Ну и зато все бы в итоге получили свое, что называется, не вставая с дивана. Это было бы удобно, да, и волки сыты, то есть санкции внутренние ограничения соблюдены, и овцы целы, то есть кто угодно торгует там, где ему удобно. Увидим ли мы такую инфраструктуру? Ну, посмотрим через годик-другой. Вообще, обычно мы про облигации говорим довольно мало, но вот в этот раз у нас случилась целая драма с М-видео. Облигации во вторник стали валиться, в среду доходности зашкалили за 22-25%, к утру среды проценты по-длинному шли за сумасшедшие, там, совсем 40%, а потом это все начали откупать. Я признаю, что я сама рискнула, я взяла несколько штук, просто чтобы было интереснее за этой ситуацией наблюдать. Ну, кстати, Боржоми, вот в похожей ситуации я тоже покупала на небольшую сумму, там все закончилось хорошо, я чуть-чуть заработала, ну, что будет по М-видео, честно скажу, наверное, никто на данный момент не понимает. Наши аналитики вот разбирались, что происходит, посмотрели еще раз отчетность компании и увидели, что, ну, она, конечно, не идеальная, но, в принципе, там никакой катастрофы как будто бы нет. И с учетом того, что, конечно, по компании там ударило СВО, да, ударило, как бы там, санкции, ограничения на импорт, управление финансами, в принципе, даже можно назвать неплохим. Тут осталось две версии. Первая, инсайт крупного игрока, ну, например, о том, что готовится крупный иск или о том, что рейтинг облигаций скоро понизит. И вторая версия – это просто-напросто паника розницы, потому что розничный инвестор в облигации риски, в принципе, не очень любит. А тут новости о том, что М-видео технически просрочили ковенанты, и теперь банки имеют право досрочно требовать долги. Но сама компания при этом уверяет, что просрочка техническая, договоры переподписаны, и никто долг завтра прямо требовать не придет. Конечно, самый большой риск тут для инвестора – это принудительная реструктуризация. Банкам принадлежит основная часть долга, больше 70%, и в теории они могут договориться, и тогда облигации могут просто принудительно стать из коротких длинными. Тогда номинал упадет на 65-80%, и вот это на данный момент ключевой риск. Но пока о нем говорить рано, потому что у компании есть остатки на счетах, подрастает медленно выручка и беда, должно хватить и на ближайшие платежи банкам, теоретически и на погашение облигаций, ну а по купонам МВидео ни одного платежа пока что, по крайней мере, не пропустили. Плюс перегрев спроса, о котором мы говорили, вряд ли он магически обошел рынок электроники стороной, скорее, в общем-то, наоборот. Ну, в общем, как бы то ни было, пока что ситуация как будто бы успокоилась, доходности все еще безобразно высокие, номиналы все еще безобразно низкие, но от вот этих вот пиков с 40% как-то все-таки компании удалось отойти. Будем смотреть дальше, что там происходит. Ну и теперь, друзья, давайте к анонсам. У нас на следующей неделе состоится размещение нескольких выпусков Веба и Делимобиля. Период предъявления безотзывных оферт ожидается у нас у ГТЛК, Трансфина, Почты России, еще ряда компаний. Погашаются по одному выпуску Веба и Металлинвестбанка. На следующей неделе амортизируются облигации Челябинской области, Совкомбанка, МСБ Лизинга и других. Это вот что касается рынка облигаций. Что у нас на рынке акций? Ну вот так вот, да, с точки зрения макро. В США длинные выходные, еще не будет почти там никаких макрособытий. В России мы в пятницу узнаем данные по инфляции. Сезон отчетов подходит к концу. В России не будет ни одной крупной, в США тоже. Ну разве что там мемный геймстоп что-то покажет, кому интересно. Дата отсечки по дивидендам наступит у BlackRock, NVIDIA, FedEx и еще ряда компаний. Вы их видите на экране, это по США. Ну и пока мы писали этот сценарий, тут поступила новость о том, что ЦБ и Минфин спорят по мерам поддержки рубля. И возможно какие-то новости и оттуда тоже совсем скоро поступят. Так что можно сказать, что это тоже считайте анонс. Ух, такой у нас объемный получился обзор. Неделя выдалась, как я предупреждала, очень насыщенной. Следующая, по крайней мере пока что, обещает нам быть поспокойнее. У нас была и мини-паника на уютном и тихом рынке облигаций. У нас было море отчетностей со своими счастливчиками, неудачниками. Ну и чего только не было на рынках. Спасибо, друзья, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, как вам обзор, что нравится, не нравится. Не забывайте подписываться, если вдруг по каким-то причинам вы забыли это сделать. Присоединяйтесь к нашему сообществу инвесторов в Ивплюс и подписывайтесь на телеграм-канал Ивстокс и на другие наши ресурсы. Все ссылочки есть в описании к этому видео. Ну и встретимся с вами через неделю. Очень жду вашу обратную связь в комментариях, ну и лайк под видео, если понравилось. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги, хороших выходных. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok